В предыдущем видео мы рассказали вам о знаменитостях, которые потеряли сыновей или дочерей. Сегодня речь пойдет о российских звездах, которые пережили горе потери детей. Ирина Безрукова потеряла 25-летнего сына Андрея в 2015 году. Молодой человек был найден мертвым в своей московской квартире. До сих пор точно неизвестно, что же произошло. В 2008 году сын Александра Домогарова погиб в результате ДТП. Ему было всего 23 года. Вместе со своими коллегами парень возвращался с работы. Неожиданно на пешеходный переход выскочил джип и сбил ребят. Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице, не приходя в сознание. Рок-музыкант Владимир Кузьмин потерял двоих детей. В декабре 2002 года была убита его старшая дочь. В пылу ссоры ее ударил ножом в шею ухажер Владимир, который после ареста сразу же сознался в преступлении. Через 7 лет не стало сына Степана. Он выпал из окна квартиры. Экспертиза установила, что от неотпотушенного окурка в квартире вспыхнул пожар. Степан пытался спастись, перебравшись по карнизу на соседский балкон, но сорвался. 22-летний Даниил, сын актера Дмитрия Певцова, упал с балкона третьего этажа во время вечеринки с одноклассниками. С множественными переломами и в состоянии клинической смерти юношу привезли в больницу. Даниил Певцов умер в реанимации. Дочь Валентина Гафта от первого брака, 29-летняя балерина Ольга Елисеева, повесилась после ссоры с матерью. Трагедия произошла в сентябре 2009 года, через два дня после дня рождения отца. До этого случая Ольга пыталась выброситься из окна, но в последний момент ее остановили. Дочь Елены Захаровой, 8-месячная Анна Мария, умерла от острой вирусной инфекции. Когда у девочки неожиданно поднялась температура, актриса подумала, что это обычная простуда. Через несколько дней малышку привезли в больницу, но было уже слишком поздно. У музыканта из группы «Мираж» Ромы Жукова родилось семеро детей. В 2012 году пятилетняя Елизавета Виктория получила открытую черепно-мозговую травму на детской площадке. Ее ударило качелями по голове. Девочка умерла в больнице, не приходя в сознание. На момент гибели и кремации тела родители с младшей дочерью находились в Австралии, ожидая рождения Виктории Элизабет, которая родилась через три дня после гибели сестры. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.